всем привет мы на канале лаборатория игровых технологий и сегодня я расскажу вам как можно весело и интересно играть с помощью нашего пособия мечи эмоций что входит в состав пособия и из чего она состоит вам подробно рассказывал в своем видео александр я расскажу как можно его использовать в работе с детьми сейчас я покажу вам какие здесь классные мечи и почему пока я достаю мечи расскажу почему я очень люблю именно пособия в форме мячиков а не форме привычных карточек которые обычно используются для обозначения эмоций потому что мяч это всегда ассоциация с чем-то веселым это ассоциации с детства она даже есть у взрослых остается на долгое время что эта игра это весело это интересно и поэтому любая тема которая изображена допустим и изучается с помощью игры в мяч она будет более запоминающейся более яркой и более легко будет изучаться ребенком и так здесь у нас много различных эмоций которые изображены форме смайлика который используется сейчас очень популярен да в соцсетях на письме и с помощью лица изображение ребенка это тоже важно потому что в играх мы это тоже будем использовать что хочется сказать я специально не готовила игры заранее потому что я считаю что любой педагог любая мама может использовать свои способности творческие к тому чтобы придумывать различные интересные игры можно мамы могут придумывать игры прямо на ходу поэтому я думаю что я с этим тоже справлюсь сейчас и первое что приходит в голову когда я вижу эти мечи как можно поиграть игру можно назвать например ну кто я можем использовать для этого мешок который я сейчас убрала чтобы он не мешал допустим мы даем ребенку мешок с мячами ребенок достает любую эмоцию ну пусть это будет злость мы достаем этот мяч со злостью и ребенка спрашиваем что мальчик сейчас испытывает какую эмоцию он испытывает если ребенок уже хорошо знаком с темой эмоции он без труда назовет что мальчик сейчас злится и мы просим ребенка покажи как злишься ты и ребенок изображает с помощью мимики эмоцию злости соответственно все остальные эмоции мы таким же образом изучаем изучаем либо закрепляем то есть если эта тема уже была изучена то мы просто закрепляем этот материал и помогаем ребенку изображать эмоции собственной мимикой какая еще игра может быть мы можем попросить ребенка например разыграть какую-то ситуацию то есть он достает мячик ну пусть это будет но это скука давайте что-нибудь такое ну например удивление интерес да интерес вот у нас такой он чем-то заинтересован этот мячик и мы спрашиваем ребенка была ли в твоей жизни ситуация когда тебе было что-то очень интересным расскажи про не если эта работа в группе то детям будет всем интересно послушать что же такого интересного бывает в жизни что увидел этот мальчик или девочка которая вытянула этот мячик чего не видели они это будет очень интересно и увлекательно также можно спросить например часто дети не могут рассказать про себя да то есть он дотягивает эмоции и мы спрашиваем а когда ты злился покажи как ты злишься показать как он злиться он может но допустим если мы спрашиваем у ребенка что ты сейчас испытываешь покажи вытяни эту эмоцию среди этих мячей он может замешкаться растеряться но также как и любой взрослый говорить о чем-то личном это ну непросто и соответственно если это происходит в группе людей детей не всем детям хочется об этом рассказывать поэтому он может выбрать самую простую эмоцию например радость даже если он сейчас грустит поэтому чтобы ребенок научился испытывать примерять на себя новые эмоции мы можем предложить ему рассердить как например злая грозовая тучка и покажи как злиться злая грозовая тучка и тогда ребенок уже сможет примерить на себя какую-то новую эмоцию например злость либо мы можем попросить его испугайся как зайчик за которым бежит волк и он уже не будет примерять это лично на себя и гораздо проще покажет как злится например грозовая тучка детям это дается гораздо проще чем показать как лица он сам сейчас я покажу как можно использовать еще и карточки которые входят в этот набор а несмотря на то что мечи я люблю больше чем изображение на карточках можно вполне себе это миксовать то есть например мы используем карточки и просим ребенка на каждой карточке есть изображение такое же изображение ребенка и знак вопроса и то есть мы можем вытягивать убирать карточки вниз лицом и вытягивать их да то есть мы вот так вот таким образом перед ребенком раскладываем будет такой элемент неожиданности когда ребенок вытащит какую-то эмоцию тоже такой игровой элемент например вот так таким образом мы разложили карточки и просим ребенка достань какую-нибудь карточку что-то там увидишь ну допустим вот мы достаем такую до эмоцию и говорим сейчас представь себе что ты пишешь письмо своему другу в любом из сот в любой соц сети я думаю что даже маленькие дети сейчас уже умеют пользоваться допустим какими-то средствами передачи информации которые используются в телефонах либо в компьютерах и мы просим покажи смайлик которым ты изобразишь такую эмоцию на мече и среди мечей он выбирает уже не изображение ребенка а изображение смайлика таким образом он опять же лучше изучает изображение эмоций как мы можем выразить эту эмоцию как она выражается на лице как она выражается с помощью смайлика и соответственно как она может быть выражена с помощью собственной мимики еще одна даже две игры которые пришли мне сейчас в голову я вспомнила из детства это к слову о том как можно творчески подходить к процессу да и была такая игра все в нее играли съедобно-несъедобно с помощью мячей когда тебе кидают мячик и ты должен либо отбросить мяч если это несъедобно и либо оставить себе здесь можно такую же такой же принцип использовать при игре с эмоциями например вы задаете ребенку ситуацию ты идешь по улице и на тебя бежит лающие злая собака какую эмоцию ты испытаешь и кидайте ему например не эмоцию страха что должен сделать ребенок он должен ее поймать потому что когда на тебя бежит злая собака это страшно если бы у меня в руке был мячик радости и я бы кинула его ребенка то ребенок бы должен был его отбить вот таким образом в игровой форме мы также можем ознакомиться с ситуациями и тем какую эмоцию ребенок в этой ситуации испытывает еще одна игра из детства которую я вспомнила она ее единственное условие что там должно быть несколько людей то есть это не обязательно большое количество людей но как минимум три человека в ней должны играть чтобы это было интересно эта игра типа испорченного телевизора создается такая ситуация что есть ведущий и есть несколько человек которые стоят в ряд первому человеку в этом ряду ведущий задает какую-то информацию в данном случае это эмоцию он может показать ее с помощью карточки либо показать ее с помощью меча ребенок запоминает эту эмоцию остальные в это время застоят закрытыми глазами и закрытыми ушами ничего не слышит и ничего не видит и соответственно по цепочке ребенок передает эту эмоцию с помощью мимики следующему своему игроку сложность в том вернее интерес этой игры даже не сложность интерес этой игры в том что в конец в конце цепочки вполне может получиться совсем другая эмоция все зависит от того насколько хорошо дети умеют понимать эмоции и хорошо их изображать все что сегодня было сказано мною было придумано прямо сейчас сидя с вами беседуя с вами в этой студии и я думаю что каждый из вас на это способен поэтому не бойтесь не стесняйтесь собственных эмоций чувств не стесняйтесь придумывать то что приходит вам в голову дети они очень увлеченные зрители и они вовлекаются в то что интересно вам самому а еще хочу сказать что есть у нас к такому комплекту замечательный замечательный методичка и вот как раз в этой методичке есть еще несколько игр которые могут пригодиться вам в копилочку и которые вы можете используя на основе этих игр придумывать что-то свое поэтому не стесняйтесь смотрите что и как и почему здесь написано и используйте добавляйте что-то от себя ну что ж а на сегодня это все не забывайте подписываться на канал ставить лайки оставляйте в комментариях свою обратную связь возможно какие-то идеи которые пришли вам в голову по поводу этого набора мы будем это все приветствовать и поощрять всем пока пока а и Субтитры создавал DimaTorzok